Я очень устала хотеть домой. Я просто очень устала хотеть домой. Вот мы сейчас тебе закроем в СИЗО, и там тебя изнасилует, короче, телеспиянка. В тюрьме у меня было ноль информационного вакуума. На детей, с которыми я занималась, валится было бы. Изменились ли сны, которые тебе снятся? Тюремные сны, и вот сейчас. Вот если отмотать обратно, ты бы, наверное, так больше не поступила, и для меня это очень точно. Я бы сделала все то же самое. Всем привет! Это подкаст «Поживем, увидим», и сегодня нас трое. Вместе со мной интервью проведет Лена Костюченко. Меня все еще зовут Надежда Юрова, а героиня этого эпизода – Саша Скочеленко. Она художница, музыкантка и активистка. Сашу осудили на 7 лет по статье о фейках. Она расклеила антивоенные ценники в магазине. Среди них, например, был такой. Путин врет нам с экранов телевизора в 20 лет. Итог этой лжи – наша готовность оправдать войну и бессмысленные смерти. История Саши развернулась невероятным образом. Ее вместе с 15 другими политзаключенными из России обменяли. Это был крупнейший обмен в современной истории. Сейчас Саша на свободе, и мы можем с ней поговорить. Саша, привет! Привет! Рада тебя видеть. И тебя тоже приятно видеть. Очень рада видеть тебя. Саша, ну, первый вопрос будет такой. Что ты первое сделала, когда поняла, что ты на свободе? Во-первых, поняла я это не сразу. У всех. От сознания того, что я свободный человек, оно приходило очень постепенно и продолжает приходить, если честно, так сказать, что я что-то первое сделала, что-то второе. Ну, как бы первое и самое главное, что я сделала, это обняла и поцеловала Соню и своих родных. Вот это вот самое было важное. И я это сделала сразу через день после того, как приехала. Слушай, когда ты как раз-таки уже вышла из тюрьмы, у тебя было такое ощущение, что, ну, как бы мир как будто сильно очень изменился, и у тебя какая-нибудь, может, была какое-то ощущение нереальности происходящего, кандирилизация, может быть? Довольно просто можно обосновать простыми какими-то физиологическими и химическими моментами. Ну, то есть два с половиной года ты лишена возможности долго быть на воздухе, возможности долго ходить, возможности смотреть вдаль. Ну, то есть из моей камеры это еще было возможно, там был вид вдаль, но вообще у людей очень сильно садится зрение. Отсутствует множество, не знаю, ярких цветов, отсутствуют деревья, отсутствует зелень. Все то, к чему мы очень сильно привыкли на воле, но перестаем это замечать, потому что воспринимаем это как данность. И вот когда ты всего этого лишаешься, долгое время пребываешь в такого рода депривации, а потом ты выходишь, и мир открывается тебе, и ты снова видишь деревья, воду, ты слышишь пение птиц, птиц, и все это, конечно, ощущение этого мира нереально, потому что в такой момент у человека в крови плещется просто, не знаю, мне кажется, литры дофамина, серотонина и всего остального, и поэтому ты видишь все просто как очень ярким, как будто это подсвечено изнутри, ты видишь каждую деталь, кору на дереве, маленькую иголочку, типа, это не описать словами, то есть, конечно, все кажется нереальным. Мир изменился, не знаю, не думаю, то есть, ну, есть вещи, которые, да, изменили, телефоны у людей стали намного больше за два с половиной года. Вот, ну, как бы люди еще больше стали не смотреть, это особенно ощущается, когда ты выходишь, и у тебя нет практики уже такой, что ты там телефон берешь каждые две секунды, а для тебя это выглядит как, ты стоишь, а все твои родные и близкие стоят в экранах, и такой, типа, а чего мы ждем? Может, пойдем уже? Да-да, сейчас, я отвечаю на вопросы о тебе. Вот, так что, а что касается конкретной дереализации, то да, потому что, конечно, после такого количества психотравм, которые я пережила с момента ареста до момента вообще прибытия в Германию, ну, то есть, в моей жизни, если честно, не было еще никогда, и поэтому очевидно, что я буду страдать, и уже страдаю посттравматическим стрессовым расстройством, и один из его симптомов – это дереализация. Вот, например, я раньше этого не чувствовала, но вот первый раз я это почувствовала, когда села в Кельне, мы выходили из самолета, нас встречал Олаф Шольц, и, если честно, просто мы не спали, да, с шести утра, получается, и вот мы около десяти, получается, прибыли в Кельн. Там был огромный ангар, и все цвета мне казались как очень яркими, ненатуральными. Мне казалось, как будто я смотрю кино, но не то, что я смотрю кино со стороны, я вижу девушку Сашу, которая идет по амбару навстречу с Олафом Шольцем. Нет, а я изнутри своих глаз, как будто бы вижу кино, и ощущаю очень странное головокружение, которое не похоже на то, когда, не знаю, человек выпьет, или человек резко встал. Это какое-то, не знаю, странное ламповое головокружение, которое происходит как-то так. Короче, очень странное ощущение в теле, люди, которые испытывают дереализацию, описывают подобное. Ну, больше со мной сейчас такого не повторялось. Ну, это и не очень страшно. Страшно то, что ее вызывает. А что было видно из окна твоей камеры? А из окна моей камеры был вид на корпус, в котором располагается сборное отделение. Вот этот корпус. Туда всех собирали. Когда привозили, например, сюда или новых людей, там нужно было сидеть в очень стрёмной камере, очень много часов, что тебя подняли обратно в камеру. Этот же был корпус, его называли Б-корпус, там сидели несовершеннолетние. Тюрьма на Арсенальной улице в Петербурге, СИЗО-5, это не только единственное СИЗО на Санкт-Петербург и область, в котором содержатся женщины, но еще и СИЗО, в котором содержатся несовершеннолетние. Но нужны очень веские причины для того, чтобы закрыть ребенка. Чаще всего это люди, которые совершили такие преступления, от которых волосы шевелятся на голове. Неподалеку от корпуса Б, чуть дальше. Был небольшой закуток, где работали служебные собаки. Каждое утро и вечер я видела, как новая собака идет на смену с кинологом или возвращается со смены. А прямо перед собой я видела большие многочисленные корпуса психиатрической больницы на Арсенальной. Ее, например, описывает своих мемору Буковский. Это тюремная психбольница закрытого типа. Я знаю это наверняка, потому что моя девушка любимая, она когда-то работала в этой больнице психиатрической медсестрой. Вот так вот судьба складывается, что она работала через забор от того места, где я сидела. Вот. И, да, я видела, самое главное, что я видела, такой далекий вот этот тополь, который колыхался, а каких-то вещей с воли нет, оттуда было не видно. Были люди, у которых были камеры, у которых можно было там и передачечную видеть, и родных, как они туда несут, но я даже не знакома с этими людьми. Был ли информационный вакуум в тюрьме? Доходи очень за тебя на вас. В тюрьме у меня было ноль информационного вакуума. Почему? Потому что, типа, даже если ты не сможешь телевизор, даже если ты не читаешь новости, ты все равно самые главные новости узнаешь всегда, просто в тот же день. Например, как я узнала о том, что королева умерла. Я просто сидела у себя в камере, рисовала вечером, и слышу, как конвоир, который привез кого-то из здания суда, закричал, ебать, королева умерла. Вот, потом я узнала о настоящий день у родных, они подтвердили эту информацию. В общем, и, например, я встаю с утра, включаю телевизор, я по телевизору смотрела только развлекательный контент, новосток никогда не смотрела и просила соседа, к моему присутствию не смотреть, потому что, ну, у меня язык без костей, и, как бы, я думаю, я могу очень много с ней обсудить, за что на меня, ну, как заведут новое уголовное дело. Поэтому просто для спокойствия своих нервов, просто для, не знаю, какого-то благополучного климата в камере, я просила их не смотреть. Я говорю, вот я там ухожу в такие-то дни, вот гулять иду, вот на свидание, говорю, смотрите, будет достаточно. Ну, короче, однажды я проснулась, включать телепередачи канала с развлекательным контентом и вижу, что программа передач сдвинута. И на другом канале тоже. Это верный знак. В те дни, когда происходит что-то жесткое, никто не знает, что ставить в эфир. Ну вот, и я думаю, наверное, что-то происходит. Я переключаю на новостной канал и, да, теракт в кругу сити-холля. То есть все большие новости не проходили меня, несмотря на то, что я, ну, так скажем, не увлеченно, да, читаю новости и не смотрю телевизор и особо, как бы, не просила друзей и родных мне там писать, какие новости. Но все равно все новости были мне известны. Ты там узнала о смерти Алексея Навального? Да, я узнала об этом тюрьме. Ты обсуждалась там? Как тебе сказать? То есть все это знали. Всех разные мысли по этому поводу. То есть я думаю, большая часть людей, которые сидела в тюрьмах, и я в том числе, просто как бы уверены в том, что даже если как бы опустить какую-то криминальную версию с убийством, в общем и целом русская тюрьма, она убивает. То есть если бы сидеть в русской тюрьме столько, сколько в карцерах сидел Навальный, я думаю, может, типа, умереть любой, даже самые здоровые. Даже самые здоровые люди в тюрьме очень-очень сильно болеют. Расскажи про твое состояние здоровья и как оно менялось, когда ты была в тюрьме. Начну издалека. Когда мы строили нашу медиакомпанию для того, чтобы рассказать мою историю так, чтобы меня поддерживали другие люди, и как выяснилось, это, не знаю, начали не самую успешную медиакомпанию в мире, потому что, блин, я здесь, причем людьми, которые как бы просто вот мои близкие, моя девушка. И, конечно, это мне не нравилось, но другого выхода у меня не было. Мы очень акцентировали там проблемы моего здоровья, всякую разную медицинскую информацию, потому что, ну, я такой человек, который вообще не любит об этом говорить. И на самом деле большинство моих друзей узнали, что я чем-то болею, только когда пришли ко мне в суд. Ну, да, разглашать эту информацию направо-налево было тогда моим выбором, потому что, ну, я не видела другого выхода, типа, чтобы выйти. Поэтому теперь в интервью я освобождена вот этой необходимости рассказывать всем, что происходит там с моим здоровьем, какая у меня там температура, короче, какой у меня давление, вот эта вот вся херь. Нет, спасибо, мое тело, мое дело, и теперь оно только мое. Я и так растирала, типа, всю приватность, которую могла. И теперь я буду об этом разговаривать сама с собой, только и с близкими. Поэтому я не могу ответить на твой вопрос. Понимаемо, вполне. Момент, когда мы просто смотрим на Сашу и радуемся. Мы радуемся, да. Да, я смотрю, мы все так рады. Я вообще такой, я самый счастливый человек на земле. Я прям куда-нибудь прихожу, мы все так рады. Типа, привет, может, там тебе воды дарить, может, что? Я просто, блин. Ну, просто после такого, что два с половиной года к тебе относятся, ну, совсем не так, понимаешь? Совсем не так. Если тебе как бы человек улыбается, тут как бы, тут может быть подвох, если честно. Вот, он не всегда тебе улыбается искренне и так далее. И типа просто, ну, это очень сложно, вот я бы так сказала. Что тебе кажется сейчас вот в твоем новом состоянии свободы, самым странным, что тебя больше всего удивляет? Ну, типа, все. Тут невозможно что-то выделить конкретное. Ну, ты же понимаешь, я человек, который, не знаю, утром стоял, типа, в мрачной холодной камере в лефортовских тапках черных, которые мне дали, и в робе, черный тоже, а на следующий день стоит на мягком ковре в отеле. То есть представляешь, это твоя жизнь, которая изменилась вот так. Меня просто удивляет то, что это моя жизнь такая. Удивительная. Ты сказала про медийную кампанию, которая очень активно шла. Я хотела спросить, в каком-то из интервью ты говорила о том, что среди всех, кого меняли, ты, типа, самый обычный человек. Ну, типа, да, ну, какой-то неизвестный политик или еще. Как тебе кажется, как ты оказалась в этом списке? Ну, так и оказалось. Типа, мы рассказали эту историю так, что, во-первых, ее услышали, во-вторых, мы рассказали ее таким образом и сделали ее такой, чтобы она трогала сердца людей, чтобы она... чтобы каждый человек, который как-то это видит, чтобы он был не просто, да, человеком, который наблюдает, а человеком, который участвует. То есть все вкладывали в какую-то свою поддержку. Кто-то там просто репостнул, там сердечко поставил, кто-то вообще там мне передачку, например, принес, или там еще что-то. Кто-то просто другу своему рассказал, говорит, знаешь, вот такая там Саша с Кочеленкой. И вот все они это делали, 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 и все получилось. Ну, то есть, мне кажется, что мы просто... Это как бы был ежедневный труд. Это не то, что какое-то там везение, или у меня какие-то там самые жестокие условия, или самый, не знаю, самый жестокий приговор. Нет, это типа вообще не так. А просто мы сделали все, чтобы очень-очень много людей со всего мира захотели, чтобы Саша с Кочеленкой была на свободе. Типа это все, потому что типа люди, самые простые, обыкновенные люди, которые чего-то очень сильно хотят, они могут свернуть горы. Но также я так понимаю, что в какой-то мере... Я знаю, что я была в этом самолете, потому что тем или иным образом представляю меньшинство что-то в таком духе. То есть, это понятно, что это все много обсуждалось, и, ну, слава богу, что вообще женщины оказались в этом самолете, что они вообще там оказались. Типа три женщины впервые, по сути, в истории, в рамках подобного обмена их обменяли. Вот. Поэтому, ну, я женщина, я лесбиянка, я занимаюсь просвещением в области психиатрии и в области психопросвещения. У меня и само ментальное заболевание и какие-то физические заболевания. То есть, ну, как бы я представляю какие-то меньшинства. Думаю, как бы я с политической стороны на это смотреть. Возможно, дело в этом. Но, опять же, я не политика, я не могу ничего знать. Моя версия, что, ну, победили люди, которые чего-то хотели. Все. Скажи, если уж мы затронули, вот твоя идентичность как лесбиянки, как она существовала в тюрьме? Знали ли об этом сокамерницы? Знали ли люди, которые там работают? Было ли какое-то особое отношение к этому? Да, я понимаю, откуда этот вопрос. Просто люди очень мало знают о женской тюрьме в России. Очень мало. Все, что мы знаем о тюрьме, это в основном мужской опыт. То, что происходит у мужчин. Там какие-то понятия, их иерархия, и то, что как бы... Ну, там есть определенные касты. И как бы это деление по кастам, оно как бы связано... Связано с тем, что эти мужчины конститурируют свою мускулинность в том ключе, что они отличаются от женщин. Отличаются от женщин. И, то есть, не делать никаких, не знаю, там, сексуальных практик, которые были бы, не знаю, могли бы напоминать чем-то сексуальные практики, не знаю, с женщинами. Вот. Поэтому там, ну, в мужской тюрьме, там с этим вообще, я думаю, жесть. В женской все наоборот. Если честно, как бы... Ну, на самом деле, лесбиянок там немало. Более того, там бывают такие ситуации, что у женщины, например, есть муж, она находит себе там, женщина, и потом уходит от мужа. И такое тоже бывает. Вот. Есть люди, которые, как бы, ну, относятся к этому не очень. Ну, их очень-очень-очень мало. Вот. В основном там, ну, как бы, такого, что... Я знаю, некоторые женщины пугали оперативники, что вот мы сейчас тебе закроем в СИЗО, и там тебя изнасилуют, короче, как-нибудь лесбиянка. И они бедные, они приходили в камеру, они просто там дрожали, офигевали, типа, вообще сексуальное насилие там не происходит. То есть, ну, как бы, обычного рода насилия бывает, ну, я имею в виду, между сокамерницами. Я очень часто это говорила, например, у меня спрашивали, вот там, кто тебя ждет на воле. Я никогда не сказала, говорю, вот моя там возлюбленная, моя дорогая девушка, мы вместе уже там шесть лет. Мне говорили, ой, как здорово, хорошо, что тебя кто-то ждет, там, не знаю. То есть, у меня вот в камере, например, сидела как-то раз цыганка из очень патриархальной семьи, из очень прям строго патриархальной семьи. И я тоже ей честно рассказываю, вот, у меня там девушка Соня показывала ей фотографии. И единственное, то, что она у меня спросила, было, а когда вы собираетесь сделать ЭКО? Ого! Именно! То есть, на самом деле, когда ты просто об этом как бы говоришь человеку, но это как бы, опять же, я говорю, эта история связана только с женщинами, с мужчинами, все как бы иначе. Более того, там, другая проблема иногда бывает, что как бы люди могут заниматься любовью на соседней своей кровати, но, типа, мне... Ну, мне это так себе, независимо от того, женщина там будет, женщина или мужчина, с мужчиной прям вот, типа, рядом. Ну, как бы... Вот, так что сотрудники тоже, как бы, мне никто, говорю, ни одного плохого слова, как бы, не сказал. Все понимали, что там вот, к начальнику, там, Соня приходила, там, к начальнику часто, там, мы все понимали, как бы, степень нашего родства, почему мы так друг хотим увидеть. Но, как бы, в юридическом плане, конечно, мы были никто друг другу, поэтому, собственно, год мы не могли получить свидание, мы не могли получить звонки, потому что следователи дали отмашку и сказали, пускать только самых близких родственников. Мои самые близкие в России, это моя девушка и мой лучший друг, моя мама в Париже, моя сестра в Париже. Все. То есть, даже, я знаю, что в колонии, куда я не попала, слава богу, благодаря тоже моим близким, которые всеми силами помогали мне оттягивать апелляцию, есть, например, длительные свидания на три дня. И, может, например, вот если это женщина, может, например, муж к ней прийти, да, на три дня. Или ее молодой человек может взять у районного инспектора справку о том, что он является ее гражданским мужем. Ну, вот Соня вряд ли могла взять справку о том, что она моя гражданская жена. Вот, еще расскажу комическую историю. Я извиняюсь, что я отвечаю так долго на этот вопрос, но просто это по теме, вам понравится. Значит, в какой-то момент ко мне привели тоже иностранку из Узбекистана, очень приятная женщина, очень добрая, очень хорошая, но довольно наивная на самом деле. Спустя полтора месяца после того, как мы жили в одной камере, она мне сказала, Саша, мне нужно кое-что тебе сказать. Я говорю, что, расскажи, пожалуйста. она говорит, мне в пятой камере, она до этого сидела в другой камере, где было много народу, ей одна таджичка, которую я даже в лицо не видела, но которая как бы, я там два года сижу, все про меня, все, а знаете, Саша с Кочеленкой, а вот Саша с Кочеленкой, а вот Саша, вот Саша с Кочеленкой, и, конечно, уже незнакомый мне человек может рассказать какую-нибудь историю обо мне, которая со мной вообще не происходила, например. И вот эта таджичка сказала моей будущей соседке про меня, когда она еще не приехала в мою камеру, о том, что, первое, ко мне приходит доставка из ресторанов, второе, я пристаю ко всем, ко всем своих соседкам, и поэтому со мной не хочет никто сидеть в камере, и не хочет у меня никто ходить в душу, и что было неправда. Третье, что она мне сказала, еще мне сказали, что у тебя есть интимный табак. Что делает интимным табаком? Я не знаю. Что это вообще такое? Я тоже не знаю. И последнее, что где-то в камере у меня есть аппарат. Я сначала обняла, что типа холтер, монитор для сердца. Я один раз его носила, у меня нет, а потом я понимаю, что аппарат это что-то, не знаю, она вроде электромеханического стропона, тоже, видимо, для соседок. Вот. В общем, но я очень долго смеялась. Я смеялась примерно на 20 минут. А потом она сказала вещь, которую, ну, как бы, от которой мне уже стало не смешно. Она говорит, я типа две недели не могла нормально спать. Я, короче, ложилась спать, и я очень боялась, что ты проснешься. А когда ты слезала там с кровати в туалет или покурить, я типа боялась, что ты все там типа на меня накинешься. Ну, типа, ну, и сейчас я вижу, что ты девушка очень хорошая, что все в порядке, типа, что ты никому не представляешь, что все это под себя неправда. И сказала мне так же, что все эти полтора месяца, когда я выходила из камеры, была, например, в суде или в следственном кабинете, она искала этот аппарат по всей камере. И я посмеялась еще, потом она на меня посмотрела таким очень чистым и наивным взглядом и спросила, а у тебя точно нет этого аппарата? Ну, если честно, как бы, ну, как бы, я посмеялась, но слух, как бы, мне был не очень приятен в том плане, что как бы у меня вообще тут как просто какой-то, ну, ну, извините, вообще язык не поворачивается, я не изменяю своей девушке, ничего подобного. Они думают, что я вообще их с каждой встречи не дам готова, кто в камеру зайдет. Это было неприятно. Жесть. Надеюсь, им стыдно. Она не нашла аппарата. Есть ли у тебя ощущение, что у тебя был выбор не протестовать против этой войны? Выбор не протестовать? Не знаю, просто учитывая склад моего характера и все, что произошло, типа, кажется, нет. Такое было ощущение, что просто вся моя жизнь органично вела к этому моменту. То есть, не знаю, это коснулось, типа, всех моих идентичностей. Я, ну, стыдая от депрессии, мани, я рисовала книгу о депрессии. В 2014 году мне предложили украинское издательство ее переиздать на украинском языке. Мне прислали перевод, я ее перерисовывала. Мы ее, не, не в 2014, это было в 2018, мы ее перерисовали. И потом, когда я ездила уже в Украину, я в Киеве видела ее в магазинах. В общем, но это только одна часть этой истории. Вторая такая. Я когда-то училась в театральной академии на режиссуре кино и телевидения. И там со мной училась Света Погаси. Это моя подруга из Украины. Света Погаси очень мне помогала в тот момент, когда я просто была типа супер безработной, она мне прислала монтировать то, что они снимали с детьми на смене. То есть, ну, я оплачивала мою работу. И потом сказала, ой, а хочешь, приезжай к нам на одну из смен? Я говорю, конечно, отлично. И вот Новый год с 19 по 20, нет, с 18, с 19 по 20, да, я отмечала в Закарпате с детьми со всей Украины. Вот. И они были так добры ко мне, мне никто там слово какого-то плохого не сказал. То есть, ну, просто, блин, я женщина, и мне стоит, не знаю, несколько раз покормить ребенка, и уже как бы какая-то взаимосвязь там формируется. И вот 22 февраля я как бы узнаю, что на моих друзей, там, на детей, с которыми я занималась, валятся бомбы. то есть, это понятно, что как бы тут, тут как, как тут промолчишь, если это коснулось, просто, ну, близких тебе людей, я вижу, типа, в Фейсбуке одна девочка из этого лагеря снимает видосы там. А вот там, да-да, вот там за окном у нас дом горит, короче, прилетала ракета, а это внизу тут мои родители готовят еду на костре, типа, и вот это все, и реально маленький ребенок как в этом рассказывают, как будто это, ну, смс-су бы разумеющийся, это просто ее будни сейчас. И, конечно, тоже я знаю, типа, там есть люди, и что я, как бы, буду молчать или говорить, типа, типа, так и надо, или что. То есть, просто ради своей собственной совести, типа, я могу, конечно, говорить, вот, я сделала это для людей, я сделала это для человечества. Нет, я не буду врать, я сделала это для себя, для своей собственной совести. Но не только это, как бы, мой стиль какой-то жизни, я очень интересуюсь культурой, музыкой 60-х, 70-х в Америке, в Удсток, все это, и, конечно, я всегда была вдохновлена всеми этими фигурами, которые устраивали мирные протесты в 69-м году против войны во Вьетнаме. То есть, это меня тоже подстегнуло. Ну, и плюс ко всему, в 10-х годах я работала видеожурналисткой в очень разных проектах, например, в проекте новостейной журналистики, куда приезжала Лена, и я ее снимала, и для меня удивительно, что, как бы, спустя несколько лет Лена Костиченко будет вообще знать, как меня зовут, типа, вот, и будет брать у меня интервью, как бы, я обычно сидела вот на том месте, где сидят ваши операторы, да, а сейчас я сижу здесь, и такая, вау, ничего себе, все эти люди, которые все еще, не знаю, пытались что-то изменить, они такие смотрят на меня сверху, говорят, привет, мы все еще протестуем, а ты, вот, и как бы тут просто это было ощущение со всех сторон, что, как бы, это сейчас должно произойти, и, типа, это произошло, а вот выбор, признавать вину или не признавать, у меня был, я его сделала в свою сторону, и была в этом выборе до конца. Подытожим, скажу так, меня очень многие спрашивали, и в тюрьме, и здесь, все на свете, говорят, вот если отмотать обратно, ты бы, наверное, так больше не поступила, и для меня это очень точно, я бы сделала все то же самое. Слушай, скажи, а ты, как ты чувствуешь, сейчас в России имеют смысл вообще протестные акции? Смысл в каком плане? Типа, в политическом, что что-то изменится, или? И так, и так. Ну, изменитесь сегодня в России тем, что, типа, просто выйти на улицу, или что-нибудь, ну, в этом плане ничего, к сожалению, не изменить. Вот я здесь живу уже пару недель в Германии, и, если честно, я видела здесь полицейских, ну, раз в три, или четыре, это вместе с тем разом, когда мы пришли, собственно, в милицию. вот, и, а в России, ну, типа, она везде, она просто везде, они как, не знаю, муравьи, они просто, они просто везде, и, то есть, что бы ты ни сделал, ты, куда бы ты ни бежал, тебя могут посадить. В общем, ну, что мне кажется, реально имеет смысл в России, ну, и только в России, вообще весь этот протест, да, мирный против вторжения в Украину, ну, на мой взгляд, он имеет смысл только изнутри России. Я не хочу никого обидеть, но вот мне почему-то так кажется, но что действительно можно изменить. Мне кажется, что какие-то изменения в России начнут происходить, когда, ну, изменится мировоззрение людей, когда, как бы, какое-то большее распространение получит психотерапевтическая культура. Ну, это как бы моя такая оптика, но вот мне кажется, что когда человек начинает решать свои психологические проблемы, как-то выбираться из тех травм, которые на него навалены, причем даже иногда не им самим, а еще поколениями, типа, до. И вот когда человек все это разгребает, у него появляется ресурс как-то, ну, более осознанно жить, стремиться к каким-то нормальным вещам, у него пропадает необходимость, например, выражать свою агрессию, кулаками и все это, и вообще человек как бы узнает, что есть ценность жизни. Мне кажется, то, что происходит сейчас в России, связано с тем, что ну, очень депрессивная страна, очень много людей, которые очень сильно болеют, но не хотят этого признавать, поэтому, ну, вот как, да, мобилизация была, я слышала на Бизнес.ФМ, да, интервью какие-то с людьми, которых мобилизовали, они как бы пошли, им задавали вопрос, а что, вот как, почему вы пошли, говорит, а что было делать? Ну, не то, что она говорит, вот, я хочу там проливать кровь за Родину, все, говорит, ну, мне прислали повестку, и что было делать, типа, я пошел. Ну, то есть, это настолько серьезная и патологическая, не знаю, ненависть к собственной жизни и к жизни как таковой, ну, типа, просто, если эта ситуация в головах, она немного изменится, если общество изменится, например, в сторону формирования действительно горизонтальных связей, потому что, ну, в России патриархальная страна и так, чтобы действительно были люди, у которых очень много в своем доме на горизонтальных связи, наоборот, это чаще всего вертикаль. Очень многие женщины в тюрьме, у них, они нужны только своей маме и бабушке. А представляете, для этой женщины самой может быть 30 или 40, то есть, вы представляете, какие пожилые люди взваливают на себя все для того, чтобы помочь своему ребенку, который уже как бы давным-давно не ребенок. Ну, то есть, очевидно, что как бы у нас очень много людей, которые не сепарировались. То есть, если человек дожил до 30 лет и не смог вот, ну, как-то, ну, не знаю, завести друзей, что ли, все это какие-то, ну, реально нормальные взаимоотношения, в которых существует взаимопомощь, там, взаимоотдача, взаимовыручка. Ну, то есть, он не сформировал, как бы все такие, хотя как бы при этом, ну, вот, не знаю, вся эта история с Путиным, вообще вся эта заварушка вокруг него, типа, ну, как бы она показывает нам, что дружба это магия, потому что, например, у друзей Путина магическим образом появляются там деньги, шменьги, всякие статусы, знатусы, то есть, а почему простые, обычные рядовые люди как бы эти связи горизонтальные там с друзьями не формируют, может быть, дело типа в этом, то, что, ну, как бы, ну, короче, очень много таких вещей, которые как бы нужны, если которые как бы не изменить, то никаких политических изменений не будет, и поэтому, да, просто как бы, что вот, например, живет человек, он живет по своим ценностям, он там, не знаю, ему не нравится война, ему нравится мир, он живет хорошо, он уважает других, и просто как бы никому не навязывая свою точку зрения, а просто типа об этом говорит, и его сосед, например, который думал какие-то другие вещи, видит, что этот человек живет, и живет вообще-то хорошо, может, у него адекватная позиция, ну, то есть, в этом смысле, мне кажется, ну, да, он имеет смысл, просто, ты типа показываешь, тебе не нравится война, вот, если ты хороший, нормальный человек, адекватный, то твой какой-нибудь знакомый такой подумает, да, впрочем, мне тоже не нравится, нормальный чувак, у него отличная точка зрения. Более миллиона человек уехали из России из-за несогласия с нападением на Украину, из-за репрессий, из-за нежелания воевать. Большинство из них уехали в никуда, сейчас они на чужой земле, вдали от близких, беспонятных перспектив, многие из них в депрессии. Несмотря на это, эти люди волонтерят, помогают беженцам, участвуют в антивоенном движении и борются за мир. Ковчег – это самый большой проект, который помогает антивоенным россиянам за рубежом и внутри страны. С самого начала войны Ковчег помогает людям спастись, адаптироваться и встать на ноги в новой стране. Мы помогаем по многим направлениям. Основные – это экстренная помощь жильем для тех, кто подвергается преследованию в России, юридическая помощь, группы психологической поддержки, бесплатные курсы иностранных языков и обучение новым профессиям. Мы стараемся экономить и организовывать все как можно эффективнее. Но расходов много, потому что очень много людей по-прежнему нуждаются в помощи. Помогите антивоенным россиянам прямо сейчас. Даже 10 долларов в месяц способны изменить чью-то жизнь. Ссылка на страницу пожертвований в описании к этому видео. Ну и раз уж ты сказала про то, что внутри России как бы это имеет смысл, ты так или иначе сейчас оказалась вынуждена эмиграцией. Ты вообще думала, что ты когда-нибудь уедешь? Моя девушка надеялась, надеялась, что я когда-нибудь уеду. Нет, на самом деле, у меня литматизм в моей жизни, что у меня здесь из детства все говорят. Вот моя сестра уехала, в Париж уже очень давно, когда она была подростка, она старше меня на 9 лет. И мне всего, знаете, как вот с ребенком бывает, что типа часики тик выгодят. А когда ты будешь переезжать? А вот, может быть, ты после школы хочешь поехать учиться за рубеж? Нет. А когда, а может быть, типа там, мама, я бросаю вот режиссерский факультет. Это чтобы поступить куда-нибудь за рубеж, а там учиться? Там у меня столько друзей уже давно эмигрировали, еще до войны. Там, не знаю, одна есть подруга в Израиле, другой друг в Штатах. Там еще, ну, очень много людей. Я проводила на вокзал кучу людей. И они все, и они каждый год, когда ты уедешь, когда ты уедешь, когда ты уедешь. Смольный институт свободных искусств и наук факультет СБГУ. Я учусь. Все такие, вот, там есть место магистратуры за рубежом, давай на нашу программу по обмену. Нет. Я хочу в России. Мне нравится Россия. Я люблю Россию. Здесь мои люди, здесь мой язык, здесь, ну, блин, я занимаюсь творчеством, русскоязычным, и творю для людей, которые говорят на этом языке. Блин, за последние годы вообще моя жизнь настолько поднялась в гору. У меня стало столько вот творческих каких-то, особенно музыкальных там связей, то есть, как бы, все. Я смогла выйти на андеграундную сцену Петербурга со своим музыкальным проектом. И, то есть, уже столько связей. У меня была своя группировка свободная, случайный джем. И, то есть, я понимаю, вот, если я пойду, и Соня мне говорит, дедка, зайка, любимая, говорит, надо уезжать, как же мы тут, все тут страшно становится, значит, уже война началась. А я такой, говорю, типа, нет, ты понимаешь, говорю, Соня, сейчас время перемен, и такие люди, как я, такие, не знаю, как сказать, да, такие, как бы, странные люди, как я, которые не умеют работать, стабильную работу, обычно в такое время перемен они могут либо упасть в самую яму, либо подняться наверх. Я говорю, я хочу посмотреть, что здесь будет. И, то есть, она меня спросит, тебя точно не арестуют? Я говорю, детка, я так боюсь, что тебя арестуют. Я говорю, конечно, конечно, нет, господи, и на следующий день меня арестовали. Вот, и уже просто, уже просто, как бы, меня так долго пытались, чтобы я уехала, типа, жила там где-то хорошую жизнь, а я хочу в России, короче, остаться. И просто уже, просто, уже я настолько задолбала вообще всех, что меня просто выгнали. Уже. Вот. Типа, я могу с гордостью сказать, что я сделала все, что могла. Я оставалась в России, пока это вообще, в принципе, было для меня возможно. Вот. Предваряю, следующий вопрос. Нет, обратно не собираюсь. Типа, меня нахрен туда, туда выгнали, поганой метлой. Даже если там что-то изменится, и придут другие люди. Но я знаю кучу людей, которые там способствуют тому, чтобы я села, они останутся. Вот ради них вообще не хочу. Просто не прощу их никогда. Пропрощение. Я знаю, что тебя задержали, когда ты шла в квартиру к своему другу, Алексею Николаеву. Да, так и есть. И ты получила от него сообщение о том, что он просил тебя прийти. И оказалось, что там тебя ждала полиция. Ты связывалась с ним после освобождения? Что ты чувствуешь к нему? Слушай, я уже много думала, на самом деле, на эту тему. Когда была вот эта история, что непонятно было, типа, то ли там нас освободят, то ли не освободят. Ну, как бы мысли такие, уже там появлялись, я сразу составила себе список дел, которые, как бы, я хочу сделать. Ну, потому что понятно было, что мы уже точно едем. Если мне будет хоть чуть-чуть времени, у меня был список дел на это. Так, типа, сходить на пустырь рядом с Приморскую, ездить, съездить к Комаролу, съездить на речку Пионерка и прийти в гости к Николе и поговорить с ним. Вот. Первое время, да, я злилась. Но, с другой стороны, как бы я, почему я поехала к нему? Потому что он мне же мне так и сказал, что пришли следователи. Я, как бы, сразу собралась. Я говорю, Соня, давай не езжай туда. Я говорю, нет, я поеду. Почему? Потому что я думала, что к нему прислались с обыском по другой теме, из-за джемов мира, которые я проводила, и он там участвовал. То есть, я была организатором этого мероприятия, и я думала, что это из-за него. Ну, то есть, я пригласила человека поучаствовать в мероприятии, из-за которого еще смогут закрыть тюрьму. Ну, ты понимаешь, да, я собрала вещи и поехала, говорю, как тебя поддержать, там, два телефона адвокатов, вот это все. Вот. А по дороге он мне написал, что, типа, менты ушли, я говорю, к тебе приехать, ну, главное, все равно приезжай. Я приехала, купила ему любимых пирожных, короче, когда я к нему ехала, а потом вот оказалась такая подстава. Дал он показания, ну, стремные показания он дал, точнее, как бы, это было видно, что он сам их не писал, сам их не отвечал и, скорее всего, даже не прочитал. Ну, то есть, по сути, как бы, там написали все, что было, ну, так сказать, соотносимо с фабулой обвинения, то есть, там, как бы, такие слова, типа, она, она таким образом враждовалась российским государством, такими словами, которыми Никола вообще не говорит. Как выяснилось позже, история вообще была такой, что Никола проснулся утром, от звонка в дверь. Он подходит к глазку и видит, что там стоит несколько оперов, а еще МЧСник с болгаркой. И ему говорят из двери, в твою комнату, в твою квартиру ведут следы пропавшего мальчика. Ну, то есть, как думаешь, ты бы открыла дверь или не открыла? Ну, я думаю, что все-таки да. Вот. Ну, и на пороге ему показывают мою фотографию, и, как бы, он говорит, где, где, кто, все это, и, к сожалению, назвал даже, да, ну, станцию метро, на которой, как бы, я проживала в тот момент. Он пытался мне написать, попросил прощения, вот, но тогда я ему не ответила, но я много думала об этом в два с половиной года. Мы были знакомы с Николой с моими 14 лет, мне сейчас 33. Ну, то есть, на самом деле, у меня не очень много таких друзей, с которыми я могла, ну, пронести отношения через, как бы, большую часть жизни. В общем, Никола специфический человек, и, как бы, но, как ни странно, я с ним поддерживаю отношения, как бы, многие годы. У меня друзей много знакомых, но обычно это так, мы с ним там пообщаемся, потом, не знаю, год-два там не общаемся, потом там снова встретимся, потом там кто-то что-то кому-то напишет. Вот. А таких людей, которые, как бы, всегда постоянно в той жизни присутствуют, как бы, ну, мало, в принципе. Вот, Никола был одним из них. Если честно, за эти два с половиной года я даже по нему скучала, думала, блин, как он там, что он там. Ну, потому что, очевидно, как бы, чувством вины очень сильной, он, ну, мучается, он вообще склонен к чувству вины. Вот. И, ну, я, как бы, рассуждала об этом, ну, совсем с другой стороны. То есть, Николь на дверь, типа, хотят открыть болгаркой. Его там увозят в следственное отдело, не говорят ему, как подозреваемый, неподозреваемый по делу. Типа, просто если бы Никола не сказал про меня, то мы бы пошли просто паровозом группой лиц. Я думаю, на него бы тоже, как бы, ну, навесили эту вину за эти какие-то ценники, что мы там группой лиц заговорились и там поставили эти ценники, все это. То есть, хотела бы я, чтобы за мной паровозом пошел человек, ну, даже такой, который там, ну, серьезно, короче, подпортил дело. Типа, просто без Николы эта бы ситуация, она состоялась, она бы случилась. Ну, то есть, я сделала, делала так много в тот момент, что эти ценники. Ценники я пихала вообще в любые магазины, в которых проходила. Вот, устраивала эти джемы мира, рисовала антивоенные открытки, писала много об этом. то есть, типа, только когда ты идешь по минному полю, рано или поздно наступишь на мину. Вот. Ну, то есть, как бы, и без показаний Николы со мной было бы то же самое. Ну, то есть, это не важно. Ну, ну, и плюс ко всему, такое еще дело. У всех людей разные характеры. Ну, то есть, ну, одна из моих таких черт, это как, не знаю, безбашенная смелость. То есть, как отсутствие инстинкта самосохранения. То есть, и как получается, я должна злиться на человека, у которого инстинкт самосохранения работает лучше, чем мой просто. Поэтому, ну, в общем, поэтому я хотела до того, как уеду из России, конечно, встретиться с ним и поговорить, сказать, что, типа, я его прощаю. Ну, чтобы и для меня эта история тоже была закончена. Хотелось бы, да, пойти в тот дом, в котором меня там поймали, а я пришла, и меня не поймали. Ну, тоже бы как бы историка это завершилась. Ну, так. В общем, чувства такие очень смешанные. Вот. Ну, в целом, я чувствую, что простила человека. Есть кто-то, кого ты не готова прощать? Ну, вот, судью Демяшу не готова прощать. Прогурора, да, не готова прощать. Вот, наверное, два таких лица, которых как бы... Ну, я и не думаю, что я много как бы ресурсов буду тратить какую-то на эту злость, не прощение, потому что, если честно, не думаю больше об этих видах. Они там, а я здесь. Мне пофиг, честно. Ты писала в письмах Соне, что, возможно, выйдешь из тюрьмы другим человеком. Произошло ли это? Ну, в чем-то я вышла тем же самым человеком. Ну, это состоялось, но не в плохом смысле этого слова. Я не знала. Я знала, что тюрьма меняет людей и после тюрьмы они проходят большой период адаптации. Как бы... Ну, да, со мной это тоже происходит, но как бы я встречаюсь со стороны Сонечки понимания. Вот, конечно, человек, которого только что травмировали психологически, он... короче, не всегда с ним будет комфортно. Я это осознаю, потому что тебя обидели, да, и тебе потом еще долгое время кажется, что все хотят тебя обидеть, в том числе и твои близкие. Ты на них смотришь и думаешь, а, типа, ты меня хочешь контролировать, типа, чтобы я это самое не потерялась где-нибудь на улице, то есть, ну, это же нормальное желание, чтобы человек не потерялся на улице, да, а мне кажется, что все пытаются ограничить мою свободу, там все такое. Вот, но в плане ценностном нет, потому что я только утвердилась в своих ценностях, стало ли я, не знаю, злее, там вообще нет, я наоборот перестала вообще спорить, я сейчас с людьми, типа, это отлично, если... вот я, когда на самолет летела, я прилетела с этим чуваком, который Мармеланой Мишкин, если знаете, у которого приехал посмотреть Петербург к своей девушке и досматривали его вещи, оказалось, что у него есть несколько Мармеланных Мишек с марихуаной, вот, он просидел 7 месяцев в тюрьме и в русской, а он первый раз приехал в Петербург, смотрите, он не знает ни языка, ничего, и вот я когда с ним встретилась, после самолета уже мы прилетели в госпиталь, я его спросила, слушай, а вот какое самое у тебя огромное впечатление от тюрьмы? Он говорит, что вот там Мормин Чекап, короче, что типа проверка, что они выходят и над ним нависает мусор и такое делает что-то типа вот, и он говорит, я не понимаю от русский, а мусор ему опять я подумала, блин, так классно, вот если тебе что-то говорят, что тебе не нравится, просто представляешь, что человек говорит через что-то типа и ему говоришь, да-да, хорошо, я тебя услышу, я все понимаю, вот, и потом как-то, ну, ой, прости, пожалуйста, конфликт, он типа просто уходит, вот, поэтому я стала усидчивой, я стала больше понимать людей, более спокойно относиться к их каких-то эмоциональным проявлением, то есть, то, что я подразумевала по тому, что я вывод другим человеком, как бы, я подразумевала что-то худшее, но этого не состоялось. Я хочу про Соню еще накинуть вопрос, мы, конечно, все, мне кажется, наблюдали за тем, насколько героически она совершала действия, что она поддерживала тебя максимально, она вела эту медийную кампанию, она носила тебе передачки, ну, в общем, это восхищало. Скажи, а ты сама, что ты чувствовала в это время? Ну, наверняка, ты волновалась за нее, не было ли у тебя попытки сказать ей, типа, не надо, уезжай, это опасно? Ну, я знала, что она не уедет, ну, то есть я, мне кажется, я всего один раз об этом заговорила, но стало понятно, что Соня даже не хочет такое обсуждать, то есть, да, она моя героиня, то есть в тюрьме стало понятно, что, типа, ну, за эту женщину надо держаться, нельзя ее потерять, потому что, ну, человек с такой самодачей, с такой яростью боролся за меня, и просто превзошел в себя, не знаю, прыгнул выше головы и сделал просто невозможное для того, чтобы я стала свободной, и я стала, ну, то есть чувства моих Сони, они становились только крепче, и крепче, ну, да, я очень за нее волновалась, еще я, ну, да, злилась на родных, и на Соне тоже, когда мне не рассказывали о каких-то вещах, потому что иногда они выбирали, ну, не рассказывать мне, потому что боялись, типа, меня волновать, а мне-то, как бы, хотелось тоже, как бы, не только в радость, но и в горе тоже быть, там, со своей девушкой, и, конечно, я злилась, когда, например, приходилось что-то плохое, а потом, спустя две недели, когда-либо это про плохое уже рассосалось, либо произошло, либо там, ну, как бы, поняли, что все не так плохо, вот только в этот момент мне говорили. Типа, и, конечно, я часто вообще не знала, все ли в порядке у моих родных, все это, и особенно вот это чувство было самое ужасное, когда я была в Лефортово, то есть, я мучилась от голода и холода, но больше всего я мучилась о том, потому что я не знала безопасности, ли мои близкие, и только когда я позвонила Сонне из Анкары и узнала, что она в Стамбуле, я поняла, что все хорошо. Можно выдыхать. Можно выдыхать, но безопасность. Я знаю, что ты не сразу узнала о том, что у Сони был рак, что ты не сразу об этом узнала, тебя расстроило, что ты не узнала об этом сразу? Конечно, да. То есть, она знает все обо мне, какая, блин, у меня температура тела, заботится обо мне, она прошла со мной через мои вот эти проблемы, все это всегда меня услушивало, когда я жаловалась на то, что происходит, и типа я об этом узнаю только фактически постфактум. Просто вот, ну, не хотела меня волновать, хотя, ну, мне было не очень приятно, что меня считают хрустальной базой. То есть, когда у твоего любимого человека что-то такое происходит, то, ну, хочется быть рядом. Если даже я не рядом, я в тюрьме, но хочется, не знаю, там, уметь там, иметь возможность это обсудить, иметь возможность как-то, ну, словами, да, утешить, поэтому, но, ну, как бы, это ерунда на такое злиться, когда, ну, когда случилось чудо, и вот Соня жива, все это, типа, это эгоизм на такое злиться, если честно. как изменились твои рисунки в тюрьме? Я стала намного более усидчивой. Типа, я вообще, если честно, немного придаю значения своим рисункам, я очень удивляюсь, вот я вот нафигачиваю рисунок, а потом, ну, кто-то продал, типа, за тысячу долларов. Я такая, что? Класс! Жизнь удалась! Вот. То есть, ну, почему-то, типа, вот я рисовала такими быстрыми линиями, живыми, но почему-то людям нравились мои рисунки, вот они отзывались о них. Потом я читаю про себя в газету, типа, Саша, член художественной из Петербурга. Я не училась на художнице, не называла себя художницей, люди назвали меня художницей. Значит, надо рисовать, тем более, оказалось, что люди хотят знать, как это в женской тюрьме, как там все выглядит, что испытывает человек, что переживает. Поэтому, ну, как бы эти рисунки, да, они впечатлили людей. И, да, уже под конец, спустя два с половиной года я могла нарисовать поле, на котором прорисовать каждый лепесток. То есть, у меня было все время мира. То есть, я садилась и не торопилась куда-то, как бы, в основном, раньше, когда я рисовала, я торопилась играть музыку. То есть, нужно сейчас нахреначать, короче, получить зарплату за картинку, ну, или просто нахреначать, кинуть в социальную сеть, вот, а потом поскорее побежать заниматься музыкой или с Сонечкой гулять. Вот, а в тюрьме, да, это действительно прям была работа. Я работала над своими рисунками, там, каждый день все это. Ну, это тоже, как бы, какой-то стиль, да, в котором я делала. Сейчас я приехала, мне захотелось, наоборот, ну, как бы, вернуться к своему этому, ну, непосредственному написанию рисунка, просто как бы в ту сторону, в которую он движется. То есть, даже если он там не пропорционален, да, даже если он там с какими-то странными, ну, с таким легким контактом бумаги там и карандаша, и все это, и эта линия расплывается, она неровная. В общем, мне кажется, что это в этом что-то есть. Я сейчас делаю серию работ про обмен, просто, да, картинки того, как это происходило, ну, в моих глазах, да, я это сейчас переживаю. Сейчас вот, когда вот этот опыт, вот только-только вот здесь, вот это еще как бы, не какие-то кристаллизованные, там, истории плакатные, где там четкие контуры, все это. А вот сейчас, типа, все вот так. Если будет какая-то другая тема, наверное, я применю те навыки, которые дала мне тюрьма. Она меня заставила стать более изобретательной. Например, в какой-то момент я научилась разводить чернила от гелевой ручки и писать ими кистью. Ну, еще, конечно, владела навыком прятать кисточки где-то в камере, так, чтобы не нашли. Вот, в общем, это, конечно, было интересно. Я научилась набирать так, как варенье на карандаш и класть его, да, что он становился похож на гуашь, например, или на фломастер. И, в общем, ну, да, как бы и чувство композиции немного другое появилось. Ну, как бы самое вот, что как бы важное, это то, что как бы какое-то внимание к деталям более какое-то что-ли, кропотливое, аккуратная работа. Хотя при этом, ну, как бы моими лучшими рисунками люди называют те, которые я там нарисовала за пять минут. Ну, в общем, вот. Но вообще было много времени, чтобы посвятить его рисованием, потому что музыку в тюрьме играть нельзя. Какие у тебя сейчас планы на музыку? Во-первых, у Завнова владеть своими навыками. Сейчас у меня здесь мало инструментов, но мы как бы собрали, приехали, что могли. У меня несколько духовых, несколько флейт. Я приехала с ними в СИЗО-5. Думала, ну, вот, выбрала потише там инструмент, думаю, буду играть. Вот. Но меня сразу отобрали, сказали мне, что это запрещенный предмет, и отдали только тогда, когда я поехала в Лефорту. Так что я прилетела сюда с флейтами, даже первый раз поиграла в самолете. Вот. Ты в самолете фсбшником играла? Почему фсбшником? Я не играла фсбшником, я играла тому пейзажу, который я видела за окном, и Олегу Орлову, который сидел впереди меня. Ну, они там сидели в своих наушниках, играли в шарики, типа, какая им разница. Вот, я отвернулась, как, ну, и поиграла немного. Так, конечно, музыкальные планы, ну, вот, с нуля, если перевести свои инструменты, либо что-то уже, ну, начать покупать, потому что сейчас у меня просто микро из того, что как бы я могу играть, но рано или поздно это будет, рано или поздно это появится. Сейчас я просто, ну, где могу, на природе, или там, не знаю, вечером, играю на флейтах, играю на аналоговых синтезаторах, очень маленьких. Вот. Ну, и, конечно, найти людей, с которыми можно поджемить. А потом уже как все там будет развиваться. Мне всегда приходят в голову какие-то идеи, там, свои мероприятия какое-нибудь сделать или еще что-то. И, конечно, я написала в тюрьме некоторое количество текстов, которые тоже буду исполнять под свои импровизации. Так что, ну, идей много, но они пока не расплывчатые, потому что, ну, как бы мне нужно заново свои навыки как бы переводить в порядок, потому что до тюрьмы я занималась, ну, минимум несколько часов в сутки. Вот. А в тюрьме, как бы, я все это растеряла, поэтому я все это буду пытаться возвращать обратно, потому что для меня музыка, это как бы очень сильно связано с физикой. Типа, очень сильно. Мне нужно обратно нарастить разные мышцы, разные мозоли на руках, в общем. Такое. А у тебя есть ощущение, что ты будешь дальше в своем творчестве рефлексировать опыт в тюрьме? Или это скорее оставленная такая там ситуация и больше не хочется? Оставлять эту ситуацию, прямо скажем, нельзя, потому что это очень тупиковый путь для психики. И, конечно, помимо того, что, да, я буду проходить психотерапию, ну, как бы, работа с травмой заключается в том, что человек учится рассказывать и немного даже переформулировать, перестроить ту травмирующую историю, которая с ним произошла, только уже как в приятной, комфортной обстановке. И, как бы, я рисую только то, что меня вдохновляет, то, что мне интересно, то, что меня волнует. И поэтому сейчас, когда я стараюсь рисовать, конечно, пока я рисую эти обмены самолеты, и все это, мне это нужно, мне это необходимо. Вот я хочу сделать серию работ, во-первых, про обмен, во-вторых, очень хочу нарисовать комикс, который будет тем или иным образом посвящен травмам, потому что я сейчас буду иметь с этим очень много дел. Ну, я, конечно, до этого об этом там читала, общалась с людьми, общалась с психотерапевтами, которые консультируют травмированных людей, и мне кажется, это сейчас очень важная и очень актуальная тема в связи с, ну, просто кризисом, мировым кризисом, связанным с гуманностью. Это очень многих подкосило, и войны, и теракты, и репрессии, несмотря на то, что я даже в этом обмене, я даже доли того не испытала, что может испытывать человек в осажденном городе. И наши травмы разные, но удивительная штука, да, человеческой психики такая, что при этом симптомы могут быть одинаковыми, что ты, например, спишь только с ночником, ты боишься громких звуков, боишься места, где находится много людей, и все остальные вещи, поэтому я бы хотела, конечно, сделать об этом комикс, еще более долгоидущий план, который как бы не сейчас, а когда-то потом, хочу сделать комикс обо всем, что произошло со мной в тюрьме, и вот с этой историей, как я оказалась здесь, даже уже выбранное название, у меня просто есть книга о депрессии, и все всегда шутили, что нужно писать книгу о репрессиях, и вот это будет небольшой комикс черно-белый, который будет называться книга о репрессиях, но это опять же далеко идущий план, мне нужно излечиться этой историей, ее как бы переосмыслить, и только тогда это сделать, вот, планы, так что планов очень много. Изменились ли сны, которые тебе снятся? Тюремные сны и вот сейчас? Ой, сны, это вообще моя больная мозоль. Когда у человека по ТССР, ему очень часто снятся кошмары. Так вот, два с половиной года тюрьмы, это просто было так, что я ложилась на кровать, и мне просто туда не хотелось. Мне хотелось спать, но мне не хотелось туда, потому что я знала, что ничего хорошего меня там не ждет, потому что какие-то удивительные яркие, чудовищные, запоминающиеся сны, не знаю, мне кажется, я испытала типа все виды кошмаров, которые типа испытывают люди. Не знаю, там за мной кто-то гонится, там не знаю, за мной там следят мусора, меня там, не знаю, душат, меня убивают, там меня топят в тазу с водой, меня кто-то преследует, короче, происходит какая-то огромная катастрофа. Я помню сон, где я играла музыку с друзьями на набережной в Санкт-Петербурге, и рядом упала бомба. То есть просто, не знаю, кровь, ручьи, ненка какая-то, вот это все, то есть, типа, очень плохо. А сейчас я просто так выматываю себя за ним, что вижу, ну, еще кое-что, и что вижу, короче, сплю ночью очень хорошо и без сна. вот, поэтому я надеюсь, что я еще не скоро увижу хоть один сон. Но я вам расскажу про сыновь в тюрьме такую вещь, что я у многих женщин спрашивала, как у сыновь, какие там у тебя сыновь, все это, и выяснилось, что часто и очень многим женщинам, в той тюрьме, в которой я сидела, снилось что-то наподобие того, что ты сидишь в тюрьме, но тебя отпустили на выходные. Типа, вот, я не знаю, это какое-то очень общее место, ты, типа, чем-то занимаешь, что-то делаешь, но ты же знаешь, что завтра тебе обратно нужно, короче, приехать в тюрьму. Вот, и как бы, и это постоянно литмотив, то есть у меня еще какой-то кошмар параллельно там происходит, но при этом я нахожусь где-нибудь, не знаю, в своем старой коммуналке и знаю, что мне завтра нужно опять ехать в тюрьму. Вот, то есть мне кажется такая вещь, что мозгу очень сложно справиться как бы с двумя этими мыслями, что как бы я в тюрьме и типа, ну, я хочу на свободу, ну, я хочу домой. И вот таким интересным образом они, видимо, метафорически переплетаются. В заключении тебе предстояло быть семь лет. На что ты опиралась, будучи там, где брала надежду? Ну, на самом деле как бы в тюрьме надежда это относительно классная вещь. На самом деле легче подход, когда ты ну, как бы готовишься к самому худшему. Просто к самому худшему из лучших вариантов и ищешь какие-то пути его прожить. Ну, и ты там думаешь, ага, вот я сейчас буду, мы сейчас будем заниматься тем, что меня там отправили в колонию поближе. Вот я там всех расспрашиваю, какую работу там лучше выбрать. Вот там еще то, еще пятый-десятый, ну, каким-то, или нам, не знаю, жить какими-то вот локальными задачами. Там, а сейчас мы оттягиваем эпиляцию, а сейчас там то, и сейчас это. И мне один бывший политзаключенный тоже как бы прислал такое письмо, где написал, самое главное, говорит, не думать о дне освобождения, просто жить, искать какие-то ну, просто позитивные моменты в обычной жизни, самые простые, и найти какое-то занятие, которое тебя будет ввлекать, которое ты будешь делать. То есть на самом деле это как бы самая правильная история. Надежда, она часто делает этот опыт заключения как бы еще больнее, потому что ты все равно едешь на каждый суд, и у тебя все равно есть надежда, типа, а вдруг меня отпустят? А вдруг сейчас закроют дело? А вдруг вот это? У других заключенных еще там, типа, амнистия. Все это, ой, господи, у людей крыша ехала, там один раз сказали, что типа, пути назад, все через месяц, уже подписали, тебе закон, уже к 8 марта будет, а теперь 9 мая будет, то есть, ну, как бы все в тюрьме, просто все очень хотят надеяться, все надеются хотя бы на что-нибудь, но если надеешься слишком сильно, то тебе будет больно, поэтому я старалась не думать об этом, но в тот день, когда мне, ко мне пришли и предложили написать хозяйство о помиловании, утром того дня я виделась с Соней на свидании, вот первый раз за несколько месяцев я заплакала, до этого просто, ну, не могла поплакать, переговор просто не получалось, я ей сказала, Соня, слушай, я очень устала хотеть домой, я просто очень устала хотеть домой, и я даже заплакала от этого и говорю, Соня, скажи мне, пожалуйста, что я не присижу весь срок, что случится какое-то чудо, типа, можешь мне так сказать, пожалуйста, она говорит, да, я верю, что может случиться какое-то чудо, и потом пришла в камеру, и пришла начальница спецедела и сказала, пиши, когда это стоит о помиловании, она говорит, я говорю, а как писать, в какой форме, она говорит, ну это можешь просто написать, например, что у тебя плохо со здоровьем, или напиши, что ты вообще не виновата, короче, ну я написала только про здоровье, я с нами предложила вину признать, я бы точно ничего не подписала, ну так, типа, мы же у судей этого просим, и омбудсменам тоже, рассказываем то же самое, что у меня вот есть такие-то проблемы со здоровьем, у которых есть такие-то риски, ну и все, вот, типа, что случилось. Что бесценного для тебя осталось в России? Ну, люди. Мои друзья, мои знакомые, питерские муриканты, художники, просто отчаянные люди, живущие вообще практически ни на что, снимающие матрасы больших коммунных, работающие на встратых подработках, на которых я тоже работала, типа, не знаю, там, склада, стройки, магазины, уборки, которые просто весь свой ресурс, время и силы вкладывают в то, чтобы продолжать заниматься своим творчеством, не замечая ни голода, ни проблем. Блин, я гонялась с ними в этой безумной гонке, у нас даже был чат, телеграм-чат под названием «Друзья хотят покушать», объединивших самых креативных людей города с большими потребностями в еде. Мы делились друг другу едой, мы отдавали друг другу разные старые вещи. Однажды, моя знакомая, художница Аглая, решила в свой день рождения, что она обязательно хочет сделать перформанс и полежать в гробу. И она писала в этот чат, друзья, хотят покушать, кто ей поможет сколотить гроб. Там нашелся человек, и он сделал ей гроб. Я, к сожалению, не смогла присутствовать на том дне рождения, но видела фотки с него, она действительно лежала в гробу. Но и спустя еще примерно месяц в этом же чате появилось сообщение, что она отдает гроб в хорошие руки. И что не это. Самое смешное то, что его кто-то взял. я просто скучаю по этим людям. Типа, я скучаю по этим людям, и мне таким образом жизни уже не жить. Моя девушка мне не позволит. Это шутка, это шутка, это шутка. Она мне все позволит, все, что я захочу, но мой вайп жить под мостом, она не разделяет. Вот, поэтому блин, я буду скучать по всем этим удивительно талантливым и живучим чувихам и чувакам, которые до сих пор продолжают просто не знаю, как иногда напоминалось у меня зимой какой-то не знаю, Клендай, какие-то какую-то не знаю, вот типа золотую лихорадку, что-то в таком духе. Все эти люди одеты в какие-то немыслимые шубы делают что-то удивительное, теплое и прекрасное и мы все были как будто мы дрейфовали на маленькой льдине просто посреди бескрайнего вообще очень холодного бушующего океана и все ближе ну прижимались друг к другу по мере того, как по краям льдины падал лед. Типа это ощущение, которое ты прожил с этими людьми, да, ну как бы оно бесценно и конечно ну вот они это все. А расскажи про ваши с Соней совместные планы. Наверное, об этом уже многие знают. Мы тут как-то оболвались одному изданию в течение как бы такого длительного интервью как бы ну типа и между прочим. А между прочим мы еще и тут на следующий день мы открываем новости и дам такой пост типа Саша и Соня собираются пожениться, но место и время еще не выбрано. Кликбитный заговорок из всего интервью, которое мы дали как бы это то, что вот крикните по ссылке, вы об этом узнаете, хотя вы сказали там одно слово. Но да, конечно, мы мечтаем пожениться в России, мы не могли этого сделать, но про дело под тюрьмы мы поняли насколько важен брак, даже хотя бы в каких-то юридических там аспектах и все это и конечно, как бы это план, ну как бы сначала план как бы встать на ноги, найти там и жилье, и как-то в материальном плане уже как бы что-то стабильное там изобрести. Вот я уже говорю как цивильный человек, который не хочет жить под мостом, правда. Вот. Ну если что, всегда будешь жить под мостом, я с удовольствием. Ну тебе как ящерица отбрасывает хвост, тебе надо теперь отрастить совершенно новую жизнь. А это круто, это замечательно на самом деле. Типа, вот судьба мне дала такой шанс начать снова. Даже вообще почти без вещей своих. Типа, вот у меня в Питере осталось, вот это в Питере осталось, а вот это я сезон не забрала. Нет, все, это просто вещи, они будут, начинай заново. Ну это круто, я смотрю, я открыта этому опыту, и мне интересно, на что будет похожа моя новая жизнь. как ты думаешь, как закончится эта война? Я не знаю, я правда, я не политик, я не историк, я... я знаю только одно, что когда она закончится, типа, будет мир. Я... я правда не хочу и не могу рассуждать о том, как закончится эта война. Я не политолог, не историк, не нострадамус, так что я не знаю. Друзья, надеемся, что вы, как и мы, скучали по подкасту «Поживем и видим». Как вы могли заметить, он теперь выходит реже, поэтому, пожалуйста, напишите нам в комментариях, кого вы хотели бы видеть героями следующих эпизодов. Мы все прочитаем и обязательно прислушаемся. А еще подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и поддержите нас лайком под этим видео. До скорого! Ваша новая газета «Европа»!